Сегодня российские ученые отмечают День науки. Он был учрежден указом президента в 99-м году. В Классическом университете в честь праздника вручали свои научные Оскары. На церемонии награждения побывала Эльмира Минбаева. Весь цвет алтайской науки в одном зале. Премия «Пламя науки» уже стала доброй традицией в Классическом университете. На этот раз список номинаций пополнился. Впервые названы лучшие научные проекты минувшего года, значимые как для ВУЗа, так и для всего края. Система отбора у нас строится по принципу наиболее значимых и громких событий в университете. Поэтому какой-то специальной конкурсной комиссии для этого не требуется. Награждение продиктовано самой жизнью. События года «Лучший ученый, изобретатель, коллектив» всего 9 номинаций. Титул «Молодой ученый года» присвоен археологу Николаю Серегину. Он уже несколько лет изучает эпоху великого переселения народов. И совсем недавно в Горном Алтае обнаружил некрополь того времени. Объект уникальный. К сожалению, почему мы сейчас на него обратили внимание, он находится под очень серьезной тропогенной нагрузкой. То есть, по сути, немного разрушается, дорога рядом проходит. Плюс это раньше была зона предполагаемого затопления Катунской ГЭС. Премию получили журналисты, в их числе сотрудники Вестей. Елизавета Монского отмечена в номинации «Популяризатор науки» за серию документальных фильмов, в которых она выступила в качестве автора и режиссера. А телевизионные и радиоинтервью Татьяны Бондаренко принесли ей награду «Научный обозреватель года». Журналист – это ведь дилетант в любой области. Ты должен понять проблему как можно глубже и с разных сторон. А с учеными и с научными темами это всегда непросто, потому что мы понимаем, что это другой уровень информации. У науки нет выходных. Вот и сегодняшний праздник для виновников торжества – не отдых, а скорее просто повод подвести итоги. Элимира Менбаева, Дмитрий Саранцев, Вести Алтай.